Всем привет, на канале Марион Абдулла. Сегодня я расскажу про виниловые пластинки, которые тут несколько штучек я купил недавно совсем. Ну и кое-какие у меня уже были. Это РОК. Тут российский в основном РОК, советский РОК. Ну и группа, которые я думаю, что тоже к РОКу ближе, поэтому может быть их можно было бы куда-то в попсу засунуть, но я положил их сюда. Про эти пластинки я не просто их покажу, но немножечко расскажу какие-то истории из своей жизни, почему у меня они дороги, почему именно я их купил. Некоторые даже и не дешево. Некоторые самые главные тут воспоминания. Аудиофилам на заметку могу сказать, что я винил не считаю самым лучшим звуком. Самым лучшим звуком я считаю натуральный звук, который идет прямо непосредственно в уши из окружающего пространства. Аппаратура это ну как бы только типа как карикатура что ли. Хоть бы как она хорошо не играла, но все равно я скажу сейчас аудиофила набросится. Ладно, аппаратура тоже хорошо играет. Но реальный звук все-таки интереснее. Соловья послушайте весной, все поймете, если сможете конечно. Вот первая пластинка. Я купил ее просто до кучи, когда покупал пластинки фирменные. Увидел на стенке висит, да не дай-ка возьму. Вот такая пластинка. Шестиконечная звезда. Sweet Memory Stars. В общем не написано какая скорость. Я не нашел какая скорость. Поставил на 33-ю. Слышу какой-то мужик поет такой. Ну так более-менее нормально, но какой-то странный голос. Думаю, ну как-то звезда-то какая-то странная. Потом поставил на 45-й женщина оказалась. Вот поет женщина. Между прочим на 45-й, на 33-й они одинаково хорошо играют. Что там, что там. В общем-то на звезду не тянет, по моему мнению. Но сама пластинка в форме звезды на звезду тянет. То есть как вот красивая такая форма. Такие формы редко достаточно встречаются. Они есть, конечно, всякие, но вот. Да. Так, ладно. Это мы откладываем. Вот мой любимец. Жан-Мишель Жар. Это мой любимый композитор. Оказывается у него отец был композитором крутым. Как-то какой-то тоже то ли Мишель Жарель. Не Мишель. Ой, забыл. Забыл как звать. Ну, в общем, крутой очень композитор. Знаменитый. Это Magnetic Fels. Очень крутая пластинка. Обалденно просто. Досталась мне недорого. Там 750 рублей всего. В магазине там. Нашел недавно магазинчик. Такое полуподвальное помещение. недалеко от Синой. Купил. Очень доволен. Звук здесь шикарный, естественно. Вот это западная Германия. Я немецкие пластинки очень люблю. И диски CD. Немцы, они делают все очень аккуратно. А вот этот вот диск Magnetic Fels, он, конечно, на меня произвел колоссальное впечатление. Это 81-го года диск. И когда я учился в путяге, конечно, в том возрасте для всего нового все были открыты, молодежь, как и сейчас. И, конечно, как только кто-то что-то слышал. Ну, ты слышал, Жан Мишель Жара. Не это. А послушать. Magnetic Fels. Это так круто. Офигенный диск. Даже не знаю, как вы там у него. А вот еще картиночка такая. На этом самом конверте. Вот такой вот. Полидор. Полидор. Кто-то его ругает, кто-то хвалит. Качество. Конечно, диска здесь шикарная. Почти без песка, как бы я сказал. Так, надо куда-то его затянуть. Так долго получится, надо. Не буду даже заправлять, чтобы ничего не порвалось. Так. А это Юрай Хип. Вот тут целая история будет. Юрай Хип достался мне за 1380, но я за 1200 торговался. В общем-то, это двойной диск. И я его взял, скорее, даже не для того, чтобы слушать. Конечно, и слушать тоже. Но смотрите, какой здесь на развороте постер шикарный. Вот это вот. Это такая книжка. Вот мой любимый исполнитель Дэвид Байрон. Да еще тут у него автограф такой напечатан. Вот еще. Кен Хэнсли. Еще какой-то. Забыл, как звать-то. Да, память у меня на имена, конечно, хреновая. Как и на стихи тоже. Никак не запомнить. И на мелодию, кстати, тоже память не очень такая. Вот это состав. Самый такой крутой. Вот такой постер. И вот, собственно, из-за постера я, наверное, взял. И вот тут такие вот фотографии. Где вот тут он с микрофоном. Тут вот. Вот тут он прям на гитаре лежит уже. Кто-то играет. В общем, они там все прыгают, скачут. Все такое прочее. Очень классный постер. Ну и рекламка здесь, что вышло до этого. Это 73-го года диск. Он в Ирландии был выпущен. Ну, я его послушал. Как-то вот здесь вот какая-то печать. Ал Куин. И обведена так в кружочек. Что-то тут еще написано. И эту же печать я нашел на пластинке. Вот на этой. Тут вот такой конвертик интересный. Якобы из газеты сделано. Вот так это все специально, конечно. Вот. И вот тут Ал Куин. Печать такая. Ну, я ее, естественно, заметил только дома. Как оказалось, диск-то бракованный. Вот тут и, наверное, видно будет. Вот тут, во. Вот тут вот. Искривление такое, как будто молотком вступлено. Но с этой стороны, наверное, еще лучше будет видно. Вот, вот тут, вот, 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 не знаю. Видно будет, нет, наверное, ближе. О, вот искривление. Как будто кто-то молотком стукнул, блин. И в этом месте немножко скачет в самом начале. Обидно. И вот, видимо, эта печать означает, типа, дефект или что-то такое. Но это рассказ про саму пластинку. Звук здесь мне не понравился. Какой-то он, блин, не тот. Но Юра Ихип вообще на моих колонках, на моей аппаратуре, как-то отказывается играть очень хорошо. С винила. Вот. Может быть, это связано с тем, что сам диск не очень такой. Все-таки лейбл-то-то здесь не бронза, никакая ничего. То есть бронза, она как бы лицензию дала, но напечатано где-то в другом месте. Вот. А я историю расскажу другую. Как я вот этот Юра Ихип, почему вот мне он так запал. Это первая группа, которую я услышал в 78-м году или в 77-м, не помню. Я увлекся записями, на монитофон стал записывать. Ну, все подряд, естественно. И вот мне сказали, вот, смотри, какая крутая группа. Мой сосед, он уже переехал в другую квартиру, вот я приехал к нему записывать записи. И он говорит, смотри, и там зашарпан этот диск какой-то запиленный весь, вот в этой обложке. И он как включил, говорит, смотри, какой голос. Таких у нас, говорит, нет в СССР. И тот же, тот запел прям, ну, надо же, на женский голос-то похожий. Он говорит, это мужик. И на меня это сильно такое впечатление произвело, что такой вокал мощный и все такое. Вот, и какая-то игра, там этот все рок. Конечно, впечатление было на всю жизнь. Поэтому Юра Ихип, это у меня группа номер один. А этот альбом, это номер один-один, там вообще самый-самый-самый любимый. Я его знаю, давно уже слушал. Ну, вот, я думаю, не знаю, может быть, надо будет еще один прикупить, более качественный. Вот, может быть, там в какой-нибудь Германии, что-то такое. Ну, это в будущем, конечно, сейчас пока и так хорошо. Самое главное, постер вот это, посмотрите, вот эта тяжесть. Ну, да, это воспоминания. И вот эта надпись Юра Ихип Лив. Круть. Круть, это круть. Еще одна пластинка тоже такая, знаменательная. Я в путяге учился и купил двойник. Вот этот вот, Made in Japan, De Papel. Этот двойник сделан в Швеции, а я купил французский. И, естественно, без обложки. Что-то за какие-то там 200 рублей, что ли. И я его слушал на всю громкость. Колонки прям к ушам продвигал, чтобы еще громче было. И вот этот лейбл отстакивать буквой B или это D, не знаю, как тут повернуть. Как-то тут зеркальное оно, наверное, изображение иметь или нет, нет. Вот здесь все самые лучшие песни De Papel. Прямо на этом концерте они все и спели. Да как спели, там прям вообще такой драйв идет прям неимоверный. Мне очень этот концерт понравился. Я его слушал, переслушивал. И сейчас вот я стал слушать вот этот шведский пресс. Он настолько хорошо играет, что вот как тот французский, ну не отличить. И лейбл не отличить. Я очень доволен. Теперь у меня птичка стоит. У меня есть вот этот вот диск, который я давным-давно хотел купить. А старый куда подевался, есть. Ну запереда у меня был вдрызг просто. Там одно шипение, вот эти щелчки были. Весь зацарапанный, блин, весь затертый. Ну и без обложки, естественно. Вот сейчас вот с обложкой. Можно посмотреть, что за обложку. Кстати, там на развороте еще что-то, какая-то картинка есть. Да, вот. А, ну тут просто надписи. Вот такие вот. Ну и какие-то фотки тут такие фоном идут. В общем, De Papel команда, конечно, очень знаменитая. Невероятно знаменитая. У нас в СССР она мега популярная была. Да и сейчас ее все знают. Меломаны, естественно. Выпустила много дисков достаточно. Вот. И этот концертник, Made in Japan, один из лучших концертников вообще этого рога. Ну, если вы не слышали, послушайте, не пожалеете. Так, ну это Иисус Христос, суперзвезда, рок-опера. Это, по-моему, антроп. По-моему, антроп, да. Как бы, вот, купил я его недорого. Ну, вот сейчас легко найти их много. Да, он стерео, Иисус Христос, суперзвезда. Там, по-моему, на английском языке поют, вроде бы. Ну, мне это рок-опера как-то не очень понравилось. Ну, так. Вот. А вот это «Звезда и смерть» Хракина Муриетты. Тоже очень хорошо. Вот это вот хорошее опера. Мне она понравилась очень сильно. Музыка Алексея Рыбникова. Очень хороший композитор. Правда, эту оперу я слышал. Там другая обложка была, 80-го года, с олимпийской символикой. Я думаю, что надо мне ее тоже прикупить. Потому что в этой обложке как-то вот, ну, не то воспоминание. А то прям, вот, прям, такая серьезная. Все было сделано, когда классно. Ну, звук-то здесь такой же. Это «Юноная авось». Я ее купил в магазине. Ну, в СССР пластинок было очень мало. Поэтому, как бы, вот, что-то вышло новое, ну, покупаешь. А что бы и не купить? Я и не знал, что это за «Юноная авось». Алексей Рыбников. Даже не просто опера. Ну, вот, что рок-опера там такое, вот, как-то так. Купил. И по радио еще гоняли ее очень часто. И я не знал, что вот по радио гоняли вот эту песню именно из этого. Я когда поставил, вот, 83-го года мелодии, да, 80-го. Это вот в той обложке мне она и была. Вот, я как поставил, как залип. И это вообще опера, ну, вообще супер просто. Это номер один. Лучше опер я не слышал просто. На русском языке это точно на 100%. Ну, на английском там, не знаю, я этот язык не понимаю. Поэтому мне тяжело судить. Вот это шедевр. И вот это шедевр. Сейчас ее найти нетрудно. В общем-то, можно даже за копейки купить. Качество у них, у этих пластинах, достаточно хорошее. Затертый, конечно, есть. Но найти в хорошем качестве легко. А если их помыть, так вообще будет как новенькая играть. Звук очень хороший. Самое главное здесь, что поют настоящие певцы. Потому что, когда Караченцев исполняет «Юну на авось», он актер. У него голос не певческий, к сожалению. Поэтому он не может так вот вокал передать. Актерской игрой может, а вокал, вокал. А вот здесь вокалом, все звуком передано. Оно настолько классно. Озвучка просто суперская. Так, это форум. Да, это группа моей молодости. Потом это электроклуб. Стал электроклуб. Электроклуб 2. Здесь Давид Тухманов. Здесь вот этот вот электроклуб. Вот эта пластинка. Она примечательна тем, что здесь вот видите. Тальков, он вышел из этой группы. Олегрова тоже из этой группы вышла. Салтыков. То есть, как только какой-то успех, мега-успех, так сразу из группы из этой начинают выделяться какие-то исполнители. Вот, Олегрова еще стоит, пожалуйста. Вот она, Ирина. Хорошо, кстати, поет. Рок-группа Авиа. Тоже я ее помню. Очень такая она по тем временам была настолько мега-авангардной, что ночью в карауле там вот такие вот стебалово было над советскими, такими немножко тематикой. Такая стебная группа. И это было в то время, в 88-м году, достаточно смелым шагом, потому что еще СССР все еще существовал, а эти уже пели так, как будто бы им все вообще можно. И это было круто. Молодежь к этому тянулась, конечно же. Но это вся свобода привела к тому, что СССР развалились. Все-таки на этой вот волне. Хотя музыка тут как бы она все равно хорошая. Тут талантливые ребята. Ну, что делать? Такое время было. Вот так. Это 10 лет спустя. Машина времени. Она без обложки, без фирменной. Просто здесь мне лейбл понравился. Такой вот голубенький. 10 лет спустя, да. По-моему, у меня даже она еще есть. Это Александр Градский. Что-то я его, по-моему, бесплатно взял. А, 100 рублей. Ну, или бесплатно дали, не помню. Что-то мне как-то не понравился он здесь. Совсем. Ну, решил пока оставить. Градский он одну песню. Только, по-моему, хорошую и спел. Что-то про комсомол. Вот это вот пластиночка «Прощай молодость» и «Биоконструктор». Она интересна тем, что мне понравился именно дуэт «Прощай молодость». Очень талантливые ребята. Обалденно талантливые. Музыку так сделали классно вообще. Такой, ну, как бы, ретро какой-то такой вот. Как будто бы в стиле 50-х годов поют или даже раньше. А на другой стороне «Биоконструктор». Вот из нее произошла группа «Технология». Потом она разделилась, по-моему, на технологию «Био». Как-то так. Вот. И вот эта вот пластинка. Ее достаточно трудно мне было найти сначала. Я ее искал, искал. Потом в каком-то сэшене винила он нашел. Купил за 200 рублей, что ли. Тираж 20 тысяч. Не очень большой тираж. Вот. У них еще был выпущен CD-диск вообще редчайший. Вот я его пока еще не купил. Вот. А пластинку купил. Она есть в торренте. Я ее скачал как-то. Но там какой-то криворукий товарищ поленился сделать все как следует. И там у него пластинка скачет. Пластинка можно отреставрировать, чтобы она не прыгала. Там иголочки как-то поводить. Но ему было лень. Он отреставрировал так с перескоком. И, как говорится, на-те, берите вам. Вот здесь на этой пластинке никаких перескоков нет. Здесь все играет отлично. Так что мне эта оцифровка нахрен не нужна такая. Вот. Так что я вживую сушу. Так. Вот. Это легендарная группа кино. И здесь значок антропа стоит. Тропила. Андрей, по-моему, тропила. Вот он писал весь этот рок наш. Русский, советский. Вот и торцово сидит. Группа кино. Очень хороший, кстати, вот этот диск. Звучит хорошо. Прекрасно. Алексей Вишни сказал, что у нас в СССР никакого урока нет. Потому что здесь подъем произошел на фоне того, что наши люди советские вообще не знали о том, какая музыка есть на Западе. Вот на фоне этого, конечно, все группы и поднялись. Да так круто, что теперь уго-го-го. Ну, безусловно, талантливые люди поднялись-то. Всякое говно-то оно не поднялось. Вот. Например. На Утиус Пампирис это круто. Агата Кристи это круто. Кино это круто. Про остальных говорить не буду. Там уже, как говорится, надо каждую группу разбирать. А эти вообще суперские темы. Так. Алиса. У Алисы вот 6-й лесничный мне нравится. Я его купил на виниле. На CD он очень дорого стоит. На CD мне как раз и не нравится, как он звучит. Он звучит на виниле очень хорошо. Вот воспоминания. Тоже вот это 89-й год. И здесь, конечно, новый метод. Вот эти все стебалы вот это вот над советскими деятелями. Как-то вот немножко там Миша из города скрипящих статуй. Это вообще такой намек. Такой совершенно прозрачный. На Михаила Горбачева. Как это все пропустили. Но как-то и пропустили. Какая свобода понеслась, что только держись. Поэтому вот этот мне запомнился диск, что он очень смелый был для своего времени. Очень смелый. На Утиус Пампирис этот диск мне подарили ребята из антикварного магазина. У которых 7 магазинов, по-моему, по городу, в Петербургу. Диск шикарный, конечно. Здесь все песни вот эти старые. Родившийся эту ночь, тихие игры, люди, последний человек на земле, бриллиантовой дороги. Она ждет музыка на песке, черные птицы, Джульетты как подшангел. А, нет, это 90-го года запись. И в 91-м он выпущен. Тираж огромный, 100 тысяч экземпляров. Просто по сравнению с, например, с тиражами в 2000, в 10 тысяч, в 100 тысяч это много. А что самое интересное, пластинку найти не так просто. Они встречаются, конечно, но, как правило, такие пластинки запиливались в дым совсем. И обложка вся тоже затиралась и так далее. Потому что это музыка Наутилуса Помпелеса. Ее слушали. Ее реально слушали. И до сих пор слушают. Потому что здесь талант невероятный. Тут сочетание двух талантов. Талант вокала. И, конечно, Кормильцев это поэт. Тексты. Это, конечно, у него тексты шикарные. Ну и плюс вокал. Вот тут двойной такой талант проявился. Группа Наутилус. Ну, музыка здесь вообще на уровне на высоком тоже. Поэтому Наутилус у меня еще одна пластинка есть. Вот эта вот. Она у меня была давным-давно. Ну, моя коллекция, конечно, вся расползлась. Здесь на одной стороне только Наутилус на другой бригаде С. Наутилус у меня CD куплено, по-моему, три штуки. Еще буду покупать потихонечку. Группа, пожалуй, она в первую пятерку советский групп входит легко. Это секрет. Тут вот две пластинки. Бит-квартет. Ну, как он на рог тянет или нет? На попсу, может быть, больше. Ну, я его в рог все-таки поставил. Это тоже 87-й год. Их, понимаете, в то время очень мало на телевизор прорывалось групп. Очень мало. Но секрету это удалось. Вот. И там в Ленинградской программе там как-то музыкальный ринг, что ли, что-то такое. И, да, они прорвались. В общем-то, ребята талантливые. Максим Леонидов, я видел его в спектакле, где он играл. Он еще и актер очень хороший, кстати говоря. Прекрасный. Фоменко тоже вот очень много где участвовал, даже в кино. Актерские способности у него тоже очень высокие. Я оценил. Он играл там какого-то НКВДшника. И сыграл его очень, очень хорошо. Потому что, ну, сейчас много снимается актеров, которые, может быть, играют и неплохо, но то ли халтурщик там, режиссер, то ли чего, то ли на скорую руку. Вот. Трудно оценить. Вот. Но когда вживую посмотрим в театре, вот мне удалось Леонидова посмотреть, понимая, что это актер хороший, да. Не выдающийся там, но хороший, хороший, да. Группа Пикник. Очень своеобразная группа. Шикарные у нее, конечно, тексты такие заумные немножко. С мистикой какой-то такой. Голос очень специфичный. И музыка такая. В общем, стоящая группа. У него сейчас очень много пластинок вышло. И дисков тоже прям целая охапка. Но вот это вот иероглиф. Это одна из первых пластинок, если я не первая. У меня с ней очень много воспоминаний. Я ее слушал многократно. Телевизор. Шествие рыб. Тоже, кстати, антроп. Записывал. Очень хорошая, достаточно, группа. Тоже, 88-й год. Это все рок-клуб. Вот оттуда все это. Как бы они выползали, все эти группы. Рождался этот вот такой слой рока. Хороший пластинок. Дети. Вот это, я бы сказал, еще интереснее группа. Она прям вот, ну, забойная такая, драйвовая, что ли. Мне она очень нравится. Ну, это 90-й год уже. Тогда вот, в те времена, было очень модно, немножко такие смелые какие-то тексты писать. Вот. И, в общем, вот. Рекомендую. Хорошая штука. Дети. Это у нас аквариум. У меня пока только две пластинки. Аквариум это такой, значит, БГ трудяга, что наклепал этих пластинок целое море. Вот. Просто наклепал. И когда я стал покупать пластинки, да, как-то я уже понял, что он начал уже просто их делать, не для того, что он созрел, он что-то у него какие-то идеи, а просто вот сделал, лишь бы сделать. Это было заметно. Музыка была хорошая, слова такие, ну, ну, как-то все, ну, надо было пауза держать. Но, видимо, он контрактом был связан по рукам и ногам. Его заставили клепать, чтобы бабло рубить, он и стал клепать. А это ранние. Достаточно хорошие вот эти вот диски. 88-й, 88-й. Вот видите, он, а, это 83-го года. Радио Африка. А это 87-й. Кстати, здесь мне нравится песня Аделаида. Очень даже хорошая. Музыканты здесь очень качественные, конечно. Борис Гребенщиков, он в музыке очень хорошо разбирается. Прекрасно. И сам играет ее хорошо и поет. Но вот только клепает он эти пластинки, как вот, я не знаю. Машина времени, реки, мосты. Ну, неплохой такой альбомчик достаточно. Тоже, вот такая вот она группа. Почему она так круто взлетела? Это только потому, что тогда не было ни хрена вообще. Вот она на этом, на безрыбье, как говорится, и выскочила. Хотя играют, ну как играют? Ну, да, есть у нее хорошие вот такие вот песенки там. Они в то время вписались, и сейчас, конечно же, а вот 10 лет спустя, это вот нет. Вот здесь лейбл уже на однообочные. Там был голубенький, вот здесь. Да, здесь красненький, это уже позднее выпускался, наверное. Или так, позднее. Машина времени, конечно, они, как говорится, хорошо играют, все. Но вот именно слово хорошо подойдет. еще у меня от машины времени. естественно, у меня с машиной времени связаны с ностальгией, поэтому я к машине времени хорошо отношусь. Вот так вот. Хотя и Макареичи поругивают некоторые, ну пусть, мне нравится. Да. Ну, если что-то еще увижу, еще куплю. Но только недорого. Дорого я машину времени покупать не стану. Вот этот вот диск он 2000 везде стоит, а я его купил за 200 рублей. Вот эта цена для машины самая то. Этот тоже рублей за 100 купил. Ну, что-то вот совсем дешево все покупал машину времени. Дорого, конечно, за машину я времени платить не хочу. Вот, Алиса. Да, шестой рестничья купил. Вот эта вот энергия мне не нравится, альбом. Почему-то он мне не зашел совсем. Какой-то он не в моем духе совершенно. Но я его купил, потому что он у меня был чисто ради галочки. Купил дешево. Хотя везде он стоит недешево. И вот браво, я тоже купил в том же месте. Очень дешево тоже. Сейчас можно найти вот эти пластинки, которые везде продаются по тысячам и полторы за 50 рублей и за 100 рублей. Просто надо прийти в какую-нибудь скобку, где никто не смотрел эти пластинки и там наверняка что-то интересное найдется. Потому что тиражи этих пластинок они не были маленькими, а это достаточно большие тиражи были. Так что браво найти можно. Вот ах ты елки браво у меня еще одна есть агузарова я ее вот действительно хорошая там 93 года что-ли альбом а этот ну мне нравится здесь только верю я одна песня все остальное так более менее вот и еще одна пластинка которую я купил за 50 рублей крематорий это очень редкая пластинка живые и мертвые это по-моему их 89 этого года одна из первых состояние обложки здесь не очень немножко вот видите подмочена но зато сама пластинка она в идеальном состоянии ни одной царапины почти что царапина есть есть но эта пластинка даже с такими небольшими царапинами она будет стоить достаточно дорого или по 2000 предлагают по полторы ну уж точно не меньше потому что это действительно вот это маленький тираж сделан уже заканчивалась эра винила и не знаю сколько тираж написано 10000 10000 но это не такой уж маленький но все равно популярность вот этих всех рок-групп она сейчас высокая или искусственно это делается я не знаю почему-то на рок-группы очень большие ценники ставят странно так это забыл штучку эту хлопнуть хлопушку так ну значит что же будем делать сейчас ага там какой-то деятель написал что я типа застрял 70-х годах это не так я прекрасно знаю что сейчас вышел xiaomi 10 про между прочим у него 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенный или 256 там модификации есть и конечно альтернатива 9T xiaomi хорошая штука он подешевле но десяточка отличается тем что у нее есть Hi-Res это качественный звук то есть у нее там есть ЦАП цифроаналоговый преобразователь который делает звук фантастически крутым прорекламировал xiaomi десятку но это не ради рекламы потому что я ее хочу купить облизываюсь на нее конечно же мне ее на обзор никто не пришлет паразиты блин они присылают только каким-то таким каналом у которых и так этих мобильников целый шкаф у меня вот старый совсем уже мобильник вот он конечно хорошо играет но Hi-Res я как послушал на новом ресейвере мне так понравилось круто это релическое отступление винил играет классно слов нет CD играет тоже классно Hi-Res всякий все играет прекрасно нужно просто включить мозг слушать внимательно все услышите что можно и не парьтесь там кто там говорит что у вас аппаратура говно пусть говорят собака лает караван идет всем спасибо за внимание подписывайтесь жмите лайки надеюсь еще что-нибудь интересненько поснимаю всем пока 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 Продолжение следует...